6 сентября планируется отмена временной надбавки к возной пошлине на авто. Многие покупатели, рассчитывая на снижение цен, ожидают этого периода, зажав деньги в кулачок. К тому же, по наблюдениям прошлых лет, к концу года дилеры снижают цены на автомобили, чтобы подтянуть годовые планы продаж. Однако кризис в этом году вносит свои коррективы и может приблизить время выгодной покупки. Тот, кто решил обзавестись личным транспортом в этом году, считает, что с отменой надбавки есть шанс купить новый автомобиль дешевле. Все-таки должны что-то немножечко подвинуться, хотя бы немножко, но подвинуться. Если они не опустят цену, значит, государство опять вернет. Смысла, называется, нет в этом. По крайней мере, должны падать. Я думаю, что подешевеет, в конце концов. Однако аналитики говорят, что надеяться на падение стоимости автомобиля не стоит. Самые низкие цены именно сейчас. Объясняют, введение надбавки не отразилось на стоимости авто, так как дилеры запаслись машинами до начала действия закона. Дистрибьюторы, у которых есть очень много запасов машин на складах, снизили гривневые цены для того, чтобы продать свои запасы. Но это только на те машины, которые у них уже стояли давно. Новые машины не завезли. Автомобили по этим ценам закончатся. Наверное, придут новые автомобили, завезенные по новому курсу доллара. Маргарита присматривает себе иномарку. Про то, что через две недели отменят надбавку на растамуживание зарубежных машин, знает. Но считает, что шансов купить авто дешевле, чем сейчас, у нее нет. Я думаю, что если брать, то выгоднее будет сейчас это сделать. Доллар растет. То есть, поскольку мы привязаны все равно к гривне, то понятно, что в гривне мы будем обижены. По словам менеджеров, из-за кризиса количество покупателей по сравнению с прошлыми годами уменьшилось в несколько раз. И это еще одна причина, почему в данный момент стоимость транспорта понижают. Жертвуют и дилеры, жертвуют своей маржой, и импортеры жертвуют своей маржой. В том числе есть поддержка со стороны завода-производителя для таких развивающихся стран, рынков, как Украина. И дилеры, и аналитики говорят о том, что автомобилей, закупленных до поднятия пошлины, осталось мало. Популярные марки машин по старым ценам уже распроданы. Сейчас можно найти только те, которые особым спросом не пользовались. Но сейчас расчетливый покупатель не столь пригирчив к году выпуска, цвету или комплектации машины. И по прогнозам, остатки закончатся в течение месяца. Александра Христенко, Андрей Горожа, Руслан Новиков, Панорама.